Звук бензопилы На улице Аксакова рабочие устанавливают под колодцы дренажные плиты. Каждая весит около тонны. Делается это для дополнительной прочности. Сначала готовится основание, затем песок и щебень утрамбовывают виброплитой. С виду она похожа на газонокосилку. Ее используют там, где каток бессилен. А на проспекте Карла Маркса от Владимирской до Урицкого рабочие устанавливают бортовой камень. Он весит на порядок легче плиты – 90 килограммов. Последний раз этот участник ремонтировался около 20 лет назад. Подрядчик отфрезеровал покрытие, уложил нижний слой асфальта. В планах сделать пандусы на пешеходных переходах, привести в порядок тротуары и газоны. Работы ведутся комплексно с учетом необходимости движения транспорта, которые ходят по этим улицам, для того, чтобы не создавать сложности для автомобилистов нашего города. Здесь была очень плохая дорога, которая, соответственно, качество этого покрытия не позволяло разъехаться. В зимнее время это были сугробы, ямы, которые было невозможно объехать. Но для меня, как для водителя, в любом случае отремонтированная ровная дорога – это, конечно, плюс. По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самаре отремонтируют 50 километров проезжей части. В новый асфальт облачатся 8 улиц, которые прилегают Крымской площади и 6-му кассационному суду. На это выделено 132 миллиона рублей. После установки бордюров дорожники приведут в порядок прилегающую территорию. На проспекте Карла Макса второй слой асфальта уложат в июне, а работы по всем восьмым дорогам завершат осенью. Даниил Лучко, Николай Епифанов. События.